я перехожу к проповеди знаете я скажу так первое заявление дети не разбираются во времени и дети не понимают какое время сразу пример да который я всегда привожу пожар надо спасать людей надо все оставить надо бегать и заботиться о людях а у ребенка у младенца отобрали чупа-чупс и он орет кричит машинку забрали у него и ему все равно кто там погибает то же самое во время войны до войны не детское лицо есть потрясающий фильм и торговского я все фильмы уважаю на есть потрясающий фильм который честно говоря новый для меня по-новому открылся но не новый фильм татарковск уже давно нет но просто что это был пасы один из последних фильмов которые посмотрел почему-то именно фильм иваново детства я не смотрел я считаю что каждому по крайней мере детскому служителю и родителю этот фильм надо посмотреть и дети взрослели и сидели на войне потому что дети они есть возраст у каждого разный теоретически в 14 лет уже могут рожать детей и мальчики и девочки но это не полнота времени и это еще не тот возраст когда они могут родить и как сказал один добрый пастор теоретически родить можно но воспитать они не смогут когда я смотрю на некоторых родителей которые в 25-30 лет еще не выросли и не могут воспитать что мы можем говорить о 15-летних 16-летних детях поэтому родители покупайте пожалуйста побольше своим девочкам куклы чтобы им не захотелось свою куклу рожать и я сейчас не шучу это действительно так потому что мы не имеем права у детей отбирать детство вы знаете у нас была потрясающий педагог по психологии возрастной общей всякой лариса мирошниченко и она очень классную вещь говорила если у взрослых главное дело это работа то для детей работа эта игра а если посмотреть на 90 процентов мужчин нашего общества но у нас было тяжелое детство поэтому большинство родителей сегодня покупают особенно папы игрушки своим детям через свое сознание и через свое внутреннее позывы и желание есть всему свое время и время всякой вещи интересно что экклесиаст проповедник был первый возрастной психолог потому что он первый как раз и объяснил что время всякой вещей в то воскресенье я закончил вторую часть проповеди про какой мы школы и я дал некоторые тезисы что же для меня в моем понимании из библии школа иисуса христа и постарался держаться на библии сегодня я хочу закончить а проповедь как и обещал про время проповедь которая стала исторической и судьбоносной для некоторых людей потому что я видел как бог сильно коснулся некоторых людей некоторые люди первый раз пришли именно на эту проповедь поэтому сегодня хочется поставить точку и я хочу опять читать из экклесиаста я тогда начал но самое интересное что потом я проповедовал совершенно под руку по другим местам писания поэтому экклесиаста проповедника ну есть мнение что это написал соломон много споров по этому поводу поэтому будем думать что это крестьяст проповедник да написал и так а кто именно и крестьяст проповедник это мы на небе спросим конкретно всему свое время и время всякой вещи 3 глава 1 стих время рождаться и время умирать время насаждать и время вырывать посаженное время убивать и время врачевать время разрушать и время строить время плакать и время смеяться время сетовать и время плясать время разбрасывать камни и время собирать камни время обнимать и время уклоняться от объятий время искать и время терять время сберегать и время бросать время раздирать и время сшивать время молчать и время говорить время любить и время ненавидеть время войне и время миру знаете я сразу хочу я уже начал проповедовать поэтому я сразу в волну того, что я сказал в начале. Это очень зрелый отрывок. Если это Соломон, то тогда все понятно. Потому что притчи и книга Экклесиаста, проповедника, это книга мудреца. Мудрец, в данном случае, книга Экклесиаста, проповедника, ну, здесь очень много мудрости человеческой. Поэтому я не советую, знаете, раньше, когда я только покаялся, у меня был, знаете, такой аутотренинг, когда я в депрессию впадал еще, я читал вот эту книгу. Потом я еще больше с ней входил в депрессию, да? Нет ничего нового под солнцем, что-то пользы трудиться, все равно все плохо. Потом я читал какое-то местописание из Нового Завета, типа «отвергни себя, возьми свой крест» и выходил из депрессии. Сейчас я как-то вот эту первую серию как-то отхожу, и сразу, как только депрессия стучится, я сразу отвергаю себя, беру крест, потому что время коротко, дни лукавые, мне некогда сегодня уделять время Экклесиасту. Но, тем не менее, сегодня он нам очень пригодится. Данный момент, данный момент очень здравый и очень зрелый отрывок. Давайте возьмем несколько моментов. Первый момент. Понимаете, самое интересное, что есть такой возраст, сегодня о времени, сегодня о возрасте, есть такой возраст, подростковый возраст, характеризующийся максимализмом. Ну, то есть все по максимуму или все по минимуму. То есть или черное, или белое. Поэтому у подростков в этот момент родители или супергении, или какашки вообще полные. И третьего не дано. Поэтому где-то родители, у которых подростки, где-то они так и живут. В понедельник они нормальные, в четверг они уроды. Понимаете? То есть это люди, подростки, у которых все просто одно граннее. То есть у них либо все просто супер и я гений, либо все плохо. Как у творческого человека. Творческие человеки, можно так скажу, в принципе подвержены вот этой вот либо я гений, либо я урод. Они подвержены вот этому максимализму бесконечному. Ну, и где-то это в принципе творческие люди уже впали в истерику, я чувствую, в этом зале. Но тем не менее, я думаю, что оно где-то так и есть. И на самом деле вот этот отрывок разрушает всякий максимализм. Потому что, знаете, вот если бы я, будь по мне, не вот с точки зрения Писания, Библии, здравого смысла, вот по мне сделать молитву, когда молодожены обещают здесь, вот это вот мы называем это не клятва, обещание, да, там, в радости и в печали, в болезни и здравии, то я как человек оптимист, да, я человек оптимист, да. Я из тех людей, когда пессимист говорит так плохо, что хуже не будет, а я такой, как оптимист, и заявляю, будет-будет, вот, понимаете, еще как будет. Я всегда верю, что будет. И на самом деле я бы убрал бы печали, болезни, я бы все плохое убрал. И вот что сразу бросается в глаза, что, во-первых, Экклесиаст заявляет, что должно быть время всему и полнота жизни. Вот, знаете, мы должны, во-первых, освободиться от языческого понимания времени и ситуации. Что это такое, я очень обстоятельно объясню. Почему? Если бы мы с вами жили сегодня в Израиле и пришли к Богу, то мы все равно были бы под некой парадигмой такого иудаистского, такого, знаете, законнического начала. Если бы мы с вами жили в Индии, то мы бы с вами были бы под парадигмой такого, знаете, индуистского начала, вот этой бесконечной кастовой системы. Если это Китай, то это Конфуций. А если бы мы с вами покаялись в нормальной живой церкви в Риме, то нам бы надо было уходить из парадигмы папско-католического мышления. А в России вроде православная страна, и как я пророчествовал, в фоте без пяти минут уже финалист голоса, я даже думаю, что он скоро своеобразным символом станет. И песню-то подобрали Пугачевскую с требованием веры. И вот этот разыгранный гагаринский этот, ой, когда батюшка поет про требования веры, вот хочется сказать, и ты родилась свыше сразу, просто в одну минуту просто, да. Вот. Я ничего не саркотирую, я просто говорю то, что сегодня мы имеем в данный момент времени. Но понимаете, но мы должны признать, что тем не менее, пусть мы там будем трижды православные, и еще какие, мы язычники. Россия – это язычество испокон веков. Когда проявляется максимум в нашей России язычества, да, вроде бы уже сделали Рождество, неважно, что не 25-го, вроде Рождество сделали уже всероссийским праздником, 7-го января. Даже если бы его сделали 25-го декабря, он пока сегодня, наша страна, совершенно не готова войти вот в ту струю, как вся Европа, весь Запад вроде уже и даже и от Иисуса уже отреклись, но все еще Рождество имеет первое главное значение. Но мы все знаем, Рождество Рождеством, но как ты Новый год встретишь, так ты его и проживешь. Первое – языческое твердыня, от которой ты обязан освободиться. Второе – это семейный праздник, и мы будем своим семейным культом, соберем маленькое языческое жрецовское общество. Мы будем не шампанским, мы верующие, мы не верим в алкоголь, в нашей церкви не пьют, мы будем Кока-Колой. Все будет Кока-Кола в следующем году. Чего смеемся? Потому что это все есть. И мы смотрим еще этот фильм. Еще есть определенное культовое место, что, как один сказал, слушай, хотя бы одним глазком посмотреть с легким паром, и у меня в следующем году все будет хорошо. Это такая классная фишка, это такой хороший режиссерский ход. Страна знает, что как только, как только с легким паром не будет идти по телевизору, это значит, что либо Россия прекратила свое существование, либо теперь одна Россия только на земле, или что-то глобальное произошло. Я думаю, что когда нужно будет очень серьезно показать стране, что что-то изменилось, с легким паром не выйдет. Потому что хотя бы одним глазком глянуть, хотя бы одним глазком посмотреть, и хотя бы задуматься, и все будет... Я помню, я же, видите, 31 число, у меня всегда было очень рабочим днем, особенно вечер, и когда ты, ну, хотя бы в образе Деда Мороза сначала проходишь во все квартиры, а потом уже тебе открывают как пастору. И я был в разных-разных квартирах, которым как пастор у меня бы не пустили в этом городе, но как Деда Мороза пустили везде, от высших до низших, и смотришь, вроде все разные. И что соединяет всех? Селедка под шубой, мандарины с легким паром. Просто разница. У некоторых селедка под шубой почти в золотых тарелках лежит, а у некоторых такие, знаете, столовские, ну, понимаете вы, такая, знаете, да, и там эти шпроты порезанные, там, да, баночка такая, вот. Но селедка под шубой, мандарины у кого-то китайские, у кого-то за 130 рублей, и те, и те невкусные, но неважно. И с легким паром, потому что ну как без легкого пара вообще? Мы же друзьями ходим в баню, и все это понятно. То есть языческое понимание времени, это, и вы знаете, здесь надо сказать еще один момент. Многие это знают, но интересно, что я, то, о чем я сейчас буду проповедовать, я буду говорить о том, что очень многие люди говорят, но один важный момент я хочу сказать, о котором я нигде не слышал. Я сегодня просто изучал этот момент, и я просто до него как бы дошел. Значит, что знают, о чем проповедуют, что известно, что в греческом языке слово время используется двумя словами. Это и очень известный момент, да, то есть хронос, который определяет как хронологическое время, да, то есть у нас служение идет от двух до трех часов. Это хронос, да, это конкретный отрезок времени, да. Или когда я говорю, что у меня было достаточно тяжелое время, время с 11-го где-то по 14-й год, это было время какой-то очередной переплавки в моей жизни. Это время, когда у нас и все смерти в церкви произошли, и какие-то там течения разные, непонятные произошли, и это время каких-то финансовых лишений, и это время каких-то других лишений. И здесь я не буду использовать слово хронос, я буду использовать слово кайрос. То есть это значит, что-то конкретное происшедшее вот в этот отрезок времени, но здесь больше уже не само время важно, а содержание. То есть здесь что-то было связано с моей судьбой. Иногда говорят, что кайросный момент. И здесь тоже надо быть очень аккуратным, потому что проповеди, которые мы часто цитируем друг другу и передаем друг другу, и я не буду сегодня умышленно называть проповедника, который много проповедовал о кайросе, но у меня всегда были вопросы, и я слышал, знаете, еще когда ты не лично проповедь слышишь, а Маша рассказала через Пашу и через Дашу, которая смотрела в онлайн-трансляции нашей Церкви Христа Васкешу. Вот. Поэтому как-то интересно это все на самом деле, и эта проповедь, и вообще вот эта вот информация, которую мы часто делимся, что есть какой-то такой кайросный момент, судьбоносный, в который надо войти. И вот знаете, но мне кажется, что вот языческое восприятие, вот у нас, как у русских, не как у христиан, а как у язычников, судьбоносный, кайросный момент, это каждый год 31 декабря. Причем, заметьте, как-то Господь не пошутил и не выбрали Новый год в феврале, как китайцев, что там то 28 дней, то 29, по крайней мере, хоть прыгали бы, как у нас Пасха прыгает постоянно, нет, посмотрите, у нас даже Пасха в разное время, у нас все в разное время, у нас Новый год. Стабильно. 31 декабря. Мы входим в кайросный момент. Я просто хочу объяснить, что здесь есть языческая подоплека в этом учении. И в Библии написано, что все учения испытываете. И именно поэтому я хочу сегодня объяснить про кайрос, в который я верю, и в кайрос, в который я не верю. Значит, теперь еще насчет кайроса. Итак, я уже сказал о том, что кайрос – это греческое слово. И теперь нужно понять, что в греческом языке, в основном в греческом, то есть все, что связано вообще с Грецией, то мы знаем о том, что я не хочу сейчас тут быть умным культурологом, но вы все знаете, Греция – это сразу что моментально? Если Египет – это пирамиды, то Греция – это всегда мифы. Греция – это мифы, это всегда много богов, они там все со всеми спят, все рожают каких-то детей непонятных, и потом в Греции еще куча была всяких драм и постановок, типа Мидеи там, и всяких там Прометей прикованной, откованной и так далее. И поэтому практически большинство слов в греческом языке имеют мифологическую, а миф – это язычество, языческую подоплеку. Не исключением стало и слово «кайрос». Значит, если дословно, то слово «кайрос» переводится с греческого как «благоприятный момент». Но если говорить более глубже, то «кайрос» – это древнегреческий «бог счастливого мгновения». То есть, по сути, «кайрос» означает… А почему мы обращаемся к слову «кайрос»? Потому что в Новом Завете некоторые слова, которые у нас и то, и то переведено как слово «время», то в Новом Завете используется древнегреческий язык, мы знаем, что Новый Завет был на греческом языке, используются два слова – и «кайрос», и «хронос». По предшествию там третьего дня пришла, используется «хронос», когда Иисус Христос говорит, «ныне еще не настало мое время», используется слово «кайрос». И если говорить сегодня в библейском контексте понимания «кайрос», все-таки это несчастливое мгновение, в которое нужно вбежать. Достаточно 31 декабря сходить с друзьями в баню, потом сесть за стол, на столе должна быть селедка под шубой, мандарины, елка в углу, у меня уже елка есть в кабинете, осталось только селедку под шубой поднести, мандарины, Деда Мороза не надо, я сам себе Дед Мороз, знаете, кто-то сам себе режиссер, кто-то сам себе Дед Мороз, вот, и в принципе мы войдем в счастливое мгновение. Вы знаете, вот вы смеетесь, а я помню, когда первый раз 10 лет назад мы вместе праздновали Новый Год, не так, как в этом году мы решили, да, по-семейному, да, ну, как поняли, да, как вот в России принято, да, каждый в своей семье, то есть в домашней группе, там, в служении, ну, вот. И я помню, вы знаете, ломки же были, ломки. Я помню, так получилось, что мы сам Новый Год встретили где-то в минут 21, потому что первый Новый Год, если кто-то помнит, он был потрясающим, я его встретил в машине, потому что мы ехали с Михалочкиными, как я сейчас помню, еще там кое-кто был, и мы просто опоздали. Мы не доехали. То ли Михалочкины, да, по-моему, Михалочкины, то ли еще Ахтеменки были. То есть это было на турбазе Надежда, и мы опоздали, поэтому мы то ли в пол первого шли, то ли в 20 минут, а так как все ждали, потому что пастор, Дед Мороз, Новый Год, как-то все смешалось, то все пели песни. И еще был один момент, когда Бог сказал, просто конкретно в 12 ночи молиться. Ко мне человека три подбежало. Перепуганные глаза, кайросный момент стучит, мы в него не войдем. Знаете, откуда это? Сейчас я вам прочитаю. Я вам приготовил под Новый Год подарочки. Поняли кто, да? Итак, у древних греков было два слова для времени. Хронос касается хронологической последовательности или времени прошедшего и все пожирающего. Имеет количественный характер. Ну, то есть, когда я говорю, мне уже 42 года, то есть 42 года, это уже пожравшие, то есть уже все, понимаете, их уже нету, да? И еще неизвестно в эти 42 годах, схватил я кайрос за хвост или нет. Почему именно за хвост? Сейчас я объясню. Кайрос, неуловимый миг удачи. Что мы на Новый Год желаем? Понятно. Мы желаем Бога, дракона такого, который бы прилетел, махнул бы крылом своим, ну, может быть, это птица Феникс, может быть, это с каким-то русским окрасом, это неважно. Неуловимый миг удачи, который всегда наступает неожиданно, и поэтому им очень трудно воспользоваться, имеет качественный характер. Кайрос обращает внимание человека на тот благоприятный момент, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха. Этот Бог, очень приятно написано с маленькой буквы Бог, потому что это не тот Бог, который наш, был очень почитаем у древних грехов. На рельефе он изображен с прятью волос на голове. И именно за этот локон нужно схватить этот кайрос, как неуловимого крылатого кайроса. В руках он обычно держит весы, что символизирует справедливость судьбы. В чем справедливость? Он постоянно улетает, я не знаю. Посылающий удачу тем, кто это заслужил. Сколько язычества может быть в нашей теологии, в нашей жизни? Я иду от Нового Завета, когда Иисус сказал, что еще не пришло время, потом написано, пришло время. И есть такое понятие в Библии, неоднократно говорится о полноте времени. В принципе, вот это вот само понятие полнота времени, оно вообще существует. И некое время, и я уже, по-моему, говорил, здесь используется, знаете, здесь используется такое интересное слово, как ныне. Ны-не. Ны-не. И вот это ныне, оно оказывается о каком-то вот конкретном, это типа только, да? То есть есть какие-то такие интересные слова в Библии, которые, ну, допустим, Иисус, вот я выписал некоторые моменты. Допустим, Иисус говорит, помните, что ныне пришло спасение дому сему. Это Евангелие Луки, 19 глава, 9 стих, про Закхея, я недавно проповедовал. И здесь используется слово кайрос, потому что Иисус говорит, я сегодня здесь и сейчас, из проповеди пастора Андрея, да? Вот. Я сегодня здесь и сейчас, и именно сегодня пришло спасение. И вот если говорить об этом, то, может быть, где-то визуально, при первом прочтении, кажется, что это что-то похожее с вот этим греческим, вот этим вот языческим верованием, но это здесь немножко другое. Если, почему? Давайте сразу определим разницу. Что такое греческое верование? Это рок. Это что-то, вообще вот все, что связано с язычеством, там, и понимаете, вот почему я говорю, что наша христианская вера, она часто языческая. Не-не-не, не православная, не католическая. Оставьте их в покое. Наша протестантская вера, особенно харизматическая, очень языческая часто. Сейчас объясняю, почему. Потому что у Бога есть вот такой принцип, как говорит апостол Павел, благодать надо мною потрудилась. Впрочем, не благодать, а я, впрочем, не я, а благодать. Но это я так пересказал, очень быстро, коротко, может, что-то перефразировал. В каком плане? В результате, да, то есть я даже в процентах вычислял, сколько благодать и сколько Павла. Ну, я просто взял два и один, два к одному. Два к одному кладешь, и будет нормальный Павел, уже не Савл, злодей. Но дело даже не в этом. Дело в том, что у Господа всегда все строится на суверенной свободе выбора человека. Вот давайте вот от этого отскачем, что все, что связано с язычеством, там никто человека ничего не спрашивает. Там есть какой-то миг, его надо схватить, одних он целует, одних не целует, у одних все получается. Я из тех был, которые редко что находил, редко что у меня получалось. На мне всегда все заканчивалось. И мне всегда говорили, улыбались, приходите завтра, но завтра никогда до меня не наступало. Поэтому, понимаете, вот эта вот ситуация, когда от тебя ничего не зависит. Фатализм, безысходность. Одних целует судьба, других целует, только не в том месте. И получается, и вот это вот, ненавижу эту фразу, так у него на роду написано. Нет, это все языческие вещи, потому что, если мы говорим о полноте времени как раз Божьей, то тут другой момент. Если здесь, еще раз, Бог Кайрос, если мы все-таки верим в время как Кайрос, как Бог Кайрос, то мы тогда постоянно под каким-то мифическим состоянием страха находимся. И мы все ждем. Это вообще, это русская, конечно, конкретная тема. Все будет хорошо. Вопрос, когда? И вот уже из гроба давая наставление новому поколению, мы говорим, все будет хорошо. Я, знаете, помню, как в первом классе нам рассказывали, что у нас будет новая школа в Одессе. Показывали потрясающий проект. В восьмом классе мы искренне верили, что наши первоклассники пойдут в эту школу. и вот уже где-то через лет, наверное, восемь после того, как я закончил школу, когда первоклассники, когда я уходил в восьмой класс, уже закончили школу, школу все-таки построили. Она была совершенно не того проекта. Я всегда, понимаете, мы всегда чего-то ждем. Это чуть-чуть соприкасается с теми проповедями, что мы живем либо в прошлом, либо живем в будущем, но никогда не живем в настоящем. И здесь это все связано с этим драконом. Я почему-то его не хочу Богом назвать, потому что Бог у меня только один. Это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Если тут есть те, кто в мою веру разделяется, но скажите аминь. А вот Бог Кайлос, я не знаю, кто такой, как и Бог Зевс тоже. Но, понимаете, это связано как раз с некой мистикой, что когда-то придет удача, вот когда-то может быть я ее схвачу, когда-то я поймаю золотую рыбку, ищу-ка когда-то она поможет мне. И вот проходит это время, ничего не происходит, потому что, ну, здесь совершенно какой-то момент безвольности человека. Почему важно сегодня говорить, и о чем в принципе сегодняшняя проповедь, о том, что Бог действительно, и здесь похожие вещи, нам дает некий день. вообще вот вот то, о чем написал Экклесиаст, время войне и время миру. Я бы дописал и сказал, что есть время ожидания и получения обетований, а есть время, когда мы входим в обетование и в землю обетованную. Я всегда говорю, что между этими двумя временными судьбоносными моментами, это не отрывки, это не хронос, это кайрос, самое серьезное происходит в середине, между тем, как я вышел из Египта и между тем, как я вошел в обетованную землю, самое важное здесь в пустыне находится, когда Бог меня меняет, ломает и готовит, потому что не все могут войти в это обетование и так далее. О каком дне говорится первое послание Коринфянам, третьей главе, тринадцатом стихе? День покажет, потому что в огне открывается. То есть этот день ныне, он тоже судьбоносный, может быть, день испытаний. О, не-не-не-не-не-не, мы только об удаче говорили. Нет, нет. Вся наша судьба и все наше будущее формируется в дни испытаний, друзья мои, потому что Бог именно в эти дни сжигает все то, что может мешать нам войти в обетованную землю. Поэтому пустыня, день злый и какой-то день, который придет как тать, ночью, и об этих днях постоянно говорит апостол Павел, говорит Павел, Петр говорит, провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злосовят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. То есть вот какой-то такой вот конкретный день, либо он посещение, либо он день злый, либо он просто день, в котором огонь все испытывает, а в Ефесянам 6 главе в 13 стихе написано, что нужно принять все оружие Божьи. Для чего? Почему? Но надо ходить библейскую школу, почему надо учить, почему надо изучать, почему надо принимать, потому что придет день злой, но вы должны уметь все противостать. И когда приходят злые дни, я их называю днями экзаменов, когда просто тестируется и проверяется наша вера. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 4 стих, «Вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать». То есть будет всегда какой-то день. И с другой стороны, да, говорится также и вот то, что мы видим, что для Закхея именно ныне, то есть именно вот в этот день. Это не то, что было написано на роду, а это было запланировано Господом. Давайте уже уходить от этой, значит, какой-то интересной, языческой, странной какой-то формулировки, терминологии и будем говорить о том, что у Бога запланировано все. У Бога запланировано время, когда придут к нам люди, было запланировано, и будут проповедовать нам Евангелие. И это Кайрос однозначно. Вот день, когда тебя придавило, может быть, тебя давило последние полгода, но вот именно в этот день полгода ты всем объяснял, сектанты, я туда не пойду. В этот момент а что произошло? Как будто кто-то меня взял за руку и повел. Но здесь один момент, это никак не связано с безволием. Поэтому, если говорить о библейском понимании Кайроса, то, если в греческом там все зависит только от того Бога, то в библейском понимании это зависит 50% от Бога и 50% от человека. Бог определяет для нас некий день в каждом нашем промежутке времени. И я верю в эти вещи, когда Господь приготовил для меня день. Но это не что-то такое мифическое, волшебное, связанное с 31 декабря, где надо стоять с бокалом шампанского, кока-колой. Вот чем мы отличаемся от язычества? Те поднимают за Новый год шампанское, а мы в Европе христиане поднимают вино, а мы русские христиане, сибирские, поднимаем кока-колу. А на суть дела вообще никак не влияет, потому что все встречают что? Кайрос. Ребята, мы живем под парадигмой, под влиянием языческого сознания. Мы должны это понять. И когда Павел говорит, что нам нужно обновлять свое мышление, то прежде всего это касательно этой фазы, когда нам нужно освобождаться от этой веры, в этого языческого кайроса, который к нам придет, поцелует нас ночью и поцелует наши деньги, потрет наши деньги в кошельке и наши деньги сразу умножатся. Они умножатся ровно тогда, когда ты перестанешь быть лоботрясом, когда ты начнешь учиться, когда ты начнешь развиваться, понимаешь, когда ты начнешь что-то делать, двигаться, а не сидеть и говорить, что в этой стране ничего невозможно, зарабатывать невозможно. Понятно? Будут зарабатывать другие, которые верят. Все зависит от тебя. Понимаете, друзья мои, в этом где-то полнота описания. Первый Господь, но Господь всегда предлагает. Он предлагает тебе покаяться, выбор за тобой. Он говорит тебе креститься, повелевает, выбор за тобой. Он говорит, идите научите все народы. Если бы это был приказ, все бы побежали христиане, как светили иеговы. А так как это выбор, то слава Богу, что мы с вами избраны. Аллилуйя. Я не вижу сегодня много избранных. Зовет Господь всех на миссию. Но я их знаю вот, кто в Мьями работает, кто в Индии работает, кто в Африке работает, мы все миссионеры знаем друг друга в лицо. Поэтому, когда на миссию приходите, ведите себя хорошо. Там все за всеми следят. Там знают, приехали голоскубовцы, поэтому, пожалуйста, ведите себя хорошо, голоскубовцы. Если вы не голоскубовцы, нормально, но если голоскубовцы, ведите себя хорошо, потому что скажут, о, голоскубовцы приехали, что попало, натворили, лучше бы не приезжали. Уже все всех знают. И вы знаете, друзья мои, этот момент очень интересный, что все от Господа, но очень важно мое слово. И я действительно могу не войти в этот момент, но это уже не какой-то кайросный момент, мифический, что я там просто без бокала шампанского встречал в Новый год, мне шампанское больше нравится, чем Кока-Кола, вот, потому что я не так, не так не встречаю, поэтому я говорю так уже по максимуму убрать уже, я же максималист еще, я же творческий человек. Вот, понимаете, представляю, ты прикинь, пастыр сказал, что Новый год надо встречать с шампанским. Для таких, заявляю, нельзя грех. Записали? Друзья мои, просто даже если ты без шампанского встречаешь, ты грешишь, как шампанским, потому что если мы, потому что когда язычниками общаешься, они замученные, они уставшие, они скупившие все за год, что не успели скупить. Господи, спасибо тебе за Новый год для России. Лента, метро, Ашан, они же все говорят за год, сбывают. Лежит год, никому не надо, тут лежит акция, все хватают. Я слышал, жена, мужу в ленте спрашивают, зачем набрал 4? Не знаю, дома подумаю, кому подарить. Акция, дешево, черная пятница, это в Америке черная пятница, у нас черная неделя. И когда я слышу, когда люди с надеждой говорят, в следующем году все изменится, мне понятно, они язычники, у них вера такая, но когда говорят христиане с надеждой, что все изменится, я не понимаю, в кого они веруют. Дорогой мой, у тебя может все измениться, сегодня благая новость для тебя, 27 декабря и все еще этого года. Какое сегодня число 20? Это через неделю будет, да? Но для некоторых самая благая весть, твоя жизнь может измениться 20 декабря. Наша жизнь может меняться очень быстро и мгновенно, потому что Господь каждый день стучится к нам и каждый день что-то говорит нам. Наша жизнь начинает меняться ровно тогда, когда мы реагируем на этот кайрос. поэтому у меня сложилось впечатление, что для многих из нас кайрос уже давно наступил, мы просто в него не вошли. Поэтому по сути мне не нужно ждать счастливого мгновения. Я сам сегодня могу определить, что этот день для меня может быть кайросным, потому что важно позыв Бога, но важен мой ответ. Бог зовет уже во всех страниц Писания, Он уже вообще все сказал, что хотел, Он уже все пообещал, что хотел, Он уже все приготовил, что хотел. Что от него требуется? Наша фирма небесная выполнила все. Что хотите, берите. Нет, подожди. 2 января, ну первое, сами понимаете, все отсыпаются, 2 января, 2 января срок годности закончится. Скупим! По дешевке оптам! Господи, храни нас от этого языческого состояния. Храни нас от этих языческих вещей, когда мы верим в какие-то странные вещи. Вы знаете, в Галатам написано о том, что как раз говорится о полноте времени и говорится о том, что было время, когда человечество еще было не готово, потом этот закон пришел, готовил, а потом пришел Иисус Христос. Вообще, Иисус Христос олицетворяется как этой полнотой времени. Даже у нас, у язычников, не у язычников, кроме Непала. У Непала 2073 год. Сразу предупреждаю, мы тут приехали недавно из будущего, вернулись у нас. На некоторых квитанциях написано 2073 год. 73-71, я не помню, я просто понимаю, что это все чушь, поэтому я даже не запоминаю, какой год. Не, это не 5000 какой-то там от рождения земли, как у евреев, это другое. У них свой календарь. У них свой календарь. И понимаете, но мы с вами сегодня живем в 2015 году, скоро будет 16, от чего? От Рождества Христова. Даже хронологическое время было изменено. То есть, до Рождества и после это хронология, а в середине что? В середине кайрос, рождение полноты времени, рождение Иисуса Христа, того, той личности, которая все изменила. И теперь вопрос, это для человечества. А для меня Рождество Христово, хоть я и жил уже после Рождества Христово, наступило в тот день, когда я покаялся и родился свыше и признал Иисуса Христа своим Богом. И поэтому получается, что теоретически кайрос уже давно, теоретически Бог уже давным-давно приготовил для тебя успех, Божью волю, свою судьбу. А вот вопрос, когда ты войдешь, получается вообще не от фортуны. И Бога греческого, слава Господи, зависит от тебя. Друзья мои, я получил откровение ровно 22 года назад приехать в Сибирь. Но я мог 22 года назад не приехать. Я вижу сегодня много людей, которые 20 лет назад получили откровение, но они все ждут ту фортуну, того кайроса, который посадит меня на свои крылья. Я воспользовался тогда компанией Сибирь, летает до сих пор. Я почему-то подумал, что это и есть мой кайрос. Сел туда, у меня не было денег. Люди, которые меня не пускали, сразу вспоминается эта сказка о царе Салтане, там, а сватья бабы-бабариха, не велят его пущать. Это твоя жизнь здесь происходит, когда Бог тебе что-то говорит и сразу эти все не надо туда ходить, опасно, какая Уганда, ногу же поломаешь, руку поломаешь, голову свернешь. И я сразу Пушкина вспоминаю, сватьей бабой-бабарихой. Потом эти же люди собрали, нашли мне деньги и посадили меня. У нас тогда еще не летал Бог под названием Пегас, сейчас уже даже Пегас летает уже. Уже даже Боги летают уже. Думаешь, Господи, Бог вообще, надо аккуратно на Пегасе летать на самом деле, потому что лучше назвали бы Христос вообще. На самом деле это ничего не влияет, и я прилетел на компании «Сибирь» 22 года назад. Но я сегодня вижу, как многие люди... Я представляю, если бы я все эти 22 года говорил, «О, у меня есть откровение, и когда-то я войду», и уже в гробе, «когда-то я войду». Я не хочу входить при гробе, до гроба. Я хочу сегодня войти в этот кайросный день. Я сегодня хочу воспользоваться этой полнотой времени. Понимаете, для каждого события, как говорит Экклесиас, да, самое интересное, что мы бы убрали бы слово «плакать», слово «разбрасывать», слово «убивать» точно бы убрали, разрушать, раздирать. Мы бы все это убрали. Но, друзья мои, истина жизни заключается в том, что время и рождаться, и умирать. Да, мы многие живем так, как будто мы только родились. Все. Даже христианам есть такая новость, благая весть называется. Человеку суждено один раз прожить, умереть, а потом суд. Только если ты верующий в Иисуса Христа, ты уже не судишься. И, друзья мои, если для людей этого мира, как я говорил, прошлая проповедь, умирать, это означает точку во времени, они уже ничего не изменят, то у нас как раз означает только начало. Поэтому время умирать, время рождаться, время умирать. Поэтому мы уже сразу, не как максималисты, должны быть готовы и к рождаться, но мы уже родились с вами, и к умирать. И мы должны не бояться этого слова, мы не язычники, мы не боимся смерти, мы не относимся мифически к этому понятию. А что мы делаем? Мы говорим, я когда-то умру. Когда я умру, я не знаю, но я должен сделать все на этой земле, чтобы оставить след. Я должен сделать все на этой земле, чтобы оставить следующее поколение. То есть слово умирать сегодня для меня, это не что-то языческое страшное. Придет еще один Бог с белой такая, с косой. Вот я уверен, что те, кто верят в такую смерть, она к ним придет. Моя смерть другая будет. Ко мне придут ангелы. Я верю во Христа, кстати, хотел вам рассказать. Я не знаю, может, кстати, а ты задумался когда-то, кто за тобой придет? Мне кажется, иногда некоторые верующие ждут эту самую с косой. Как только она зайдет, я скажу, уходите, компания праздников, Хэллоуин, у нас агентство импровиз, мы этим не торгуем. Когда придет женщина с косой, я ей не отвечу, потому что я не поверю, что она существует. За мной придет Господь. Он придет красиво. Он заберет меня. Я приду на небо, и сразу пойдут дела. Мы будем прославлять Бога. 24 часа в сутки. Суток, кстати, не будет. Время будет остановлено. Давайте прославим Господа. И когда мы сегодня читаем, что время убивать, время врачевать, друзья мои, мы не можем убивать людей, мы даже не можем убивать животных, потому что мы не живодеры. Но как много сегодня в нашей жизни есть то, чего мы должны убить. А вы знаете, Бог так делает. Он говорит в другом месте Писания, он использует много слов, что он будет разрушать, что он будет сокрушать, что он будет вырывать. А потом написано, что он будет врачевать, созидать, исцелять. И на самом деле часто он врачует после того, как он что-то в нас убивает. Сколько раз мы это замечали, когда он что-то вырывает, а потом... Тетю-тетюку слезки, давай я тебе вытру. Раз, бах, по голове. Вы уже все, зубик вырвали, мышка унесла. Как хорошо, что у нас есть фольклор, как можно хорошо донести. Время плакать и время смеяться. Да не смешно бы было смеяться, если бы не было время плача. После времени плача всегда хочется сильно смеяться. Понимаете? И после засухи хочется всегда пить воду. И всегда после сетования хочется плясать. Время искать, время терять. Как мы радуемся, когда мы что-то находим. Кто знает вот эту вот радость находки, кто знает? А как бы ты ее знал, если бы ты не терял? А мы максималисты бы это все убрали. Друзья мои, для каждой вещи есть время. И то же самое для каждого важнейшего события в нашей жизни есть определенное время. И это очень важно понимать. Это очень важно понимать. Есть время для спасения, но не все в него входят. Есть время для избрания, когда Бог говорит, дает тебе конкретно. И вот тут вот очень важный момент не протормозить. Вот тут очень важный момент самому войти. Потому что если Бог тебе сказал, это и есть уже тот момент, либо Он тебе скажет, что это сделать через год. Ну, как у нас было, да? Ну, где-то в году 12-м мы уже... Ну, вообще о том, что Новосибирские церкви начинаете служение, это уже лет 15. Я просто об этом молчал. Но я стал говорить в 11-12-м году где-то. В 13-м году мы подумали с пастором Андреем, что это будет пастор Андрей, что они поют с верой. Потом в 14-м мы поняли, что это не пастор Андрей, а в 15-м поехали по Хомову. Понимаете, время-то прошло, и самое интересное, что в 13-м году мне Бог конкретно сказал, что в 15-м году послать миссионеров. И здесь я понимал. И здесь я понимал, что вот это сегодня мой кайрос. И если в 15-м году я это не сделаю, летом будет что-то плохо. Поэтому, друзья мои, наш кайрос наступает тогда, когда Дух Святой начинает нам конкретно говорить. И когда Он нам начинает конкретно говорить, освободитесь от этого мифического, этой парадигмы языческой, что кто-то прилетит. Вам Бог сказал, пойди куда-то учиться. Кто-то возьмет меня на крылья, повезет в приемную комиссию, моею рукою напишет заявление. Как много язычества в нашей жизни. Если тебе Бог сказал это делать, Он со своей стороны уже все сделал. Все. Со своей стороны Он договор исполнил. Твоя сторона. Ты встаешь, ты идешь, ты делаешь, Царство Божие усилие берется. Иногда какой-то нужен напряжочек, иногда надо что-то потерять ради того, чтобы приобрести. Так в жизни бывает, что-то теряем, что-то находим. Сколько раз у нас это было в жизни, чтобы найти эту жемчужину, надо продать поле, чтобы обрести Христа. Нам пришлось для времени, кстати, на время, ненадолго, на время потерять всех родственников. Потому что все родственники от нас отреклись. Все наши старые друзья сказали, а, сектант, ты теперь не будешь с пузыриками Новый год встречать. У тебя будет плохой Новый год. Надо сказать, дорогие друзья, мое время уже остановилось, я живу в другом времени. Если вам надоест ваше время, приходите ко мне. Они обязательно прибегут. Кемеровская христианская церковь Христа Воскресшего осуществляет миссионерское служение в разных городах и странах, таких как Индия, Кения, Конго, Камбоджа, Таджикистан, Монголия, Тыва, Южная Корея. Вы можете поддержать миссионерское служение в этих странах и стать участником мировой жатвы. Осуществить пожертвования очень легко. На сайте церкви вы можете пожертвовать при помощи банковской карты или через банковский счет. Реквизиты счета указаны на сайте в разделе пожертвования. Мы благодарим вас за вашу поддержку и участие в миссионерской работе. Пусть Бог благословит вас!